С такой скоростью по Мунчерскому шоссе мчатся десятки машин, а на указателе ограничение скоростного режима в 40 км в час. Обновленная трасса стала излюбленным местом лихачей, постоянно тестирующих качество нового дорожного покрытия. Цена таких тест-драйвов – человеческие жизни. Так произошло и в результате последнего ДТП, унесшего жизни восьми парней и девушек. Хорошее качество дорожного покрытия позволяет водителю ехать на высокой скорости, ведь хорошая дорога не портит автомобиль. Но, к сожалению, зачастую именно скорость и уносит человеческие жизни. Количество ДТП, произошедших на Мунчерском шоссе в этом году, намного больше в сравнении с прошлым годом. Векторатом патрулирования мы сравнили количество ДТП, зарегистрированных до и после ремонта дороги. Так, за прошлый год на участке дороги с ямами и колдобинами зафиксировано 18 аварий, в которых пострадало 23 человека. И самое главное – ни одного погибшего. После капитального ремонта на том же участке дороги только за 9 месяцев текущего года произошло 30 ДТП, в результате которых погибло 11 человек. Еще 30 получили травмы различной степени тяжести. После того, как в прошлом году отремонтировали дорогу, стало намного удобнее ездить по Мунчерской. Но и скорость увеличивают. Некоторые, да, превышают скорость. В инспекторате патрулирования используют свои методы борьбы с лихачами. Проводим операции под названием «Скорость, мотоциклист, белые ночи». Устанавливаем специально для водителей дорожные знаки и штрафуем лихачей. Назначаем штрафные очки. К сожалению, результаты проведения таких операций не впечатляют. Более того, дорожные знаки, как правило, не видны из-за листвы деревьев. Да и сложно удержаться и не нажать педаль газа, когда хорошая дорога и адреналин бьет через край. Вы обращаете внимание на знак 40 км в час? Нет. Когда, как? Бывает, что превышаете скорость. Если спешу, то да. На улице Богдан Воевод специальное дорожное покрытие, напоминающее лежачего полицейского, не дает водителям набрать высокую скорость. В сравнении с прошлым годом на этом участке зарегистрировано в два раза меньше ДТП. А вот на Мунчерском шоссе лихачей сложно удержать. Ремонтные работы на участке дороги по Мунчерскому шоссе завершили прошлой осенью. Обновление трассы обошлось в 63 миллиона леев. Марьяна Жакот, Виталий Драголин, Влад Карабан. Сегодня в Молдове.